Вячеслав Руснак, после матча Кубкова команда вышла в четвертьфинал. Понятно, что довольно по счету кажется легкая игра. Как же было по игре? Наверное, да, по счету кажется, что легкая игра. Мы создали моменты, но мне эта игра чем-то напомнила игру с аспиранцией. И создавая много моментов, опять нас где-то подвела реализация, но это я связываю с тем, что у нас сегодня был во многом экспериментальный состав. Вышло много ребят, которые мало игровой практики получают в чемпионате, где-то волновались в первом тайме. На втором успокоились, уже игра полностью под нашу диктовку. Чем вызваны ранние замены? Ну, я думаю, что после прошлой игры с Зимбру поэрли еще не до конца восстановился, поэтому были ошибки. Мы хотели чуть-чуть успокоить игру, наладить контроль мяча, поэтому так умерла травма, к сожалению. В этом матче больше получался контроль, то, что вы просили со скамейки запасных в предыдущих играх. Вы довольны тем, как команда прогрессирует в этом компоненте? Ну, я думаю, что во втором тайме был довольно-таки надежный контроль. Хотелось бы, чтобы он был чуть быстрее. Спасибо большое и удачи. Вячеслав Руснак был вместе с нами после матча 1-8 финала «Шериф Олимпия». Саша, тебе слово. Спасибо, Мирослав. Спасибо главному тренеру терраспольского «Шерифа» Вячеславу Руснаку. Ну, а нам осталось с голой посмотреть, что мы, собственно, чем мы и занимаемся. Жунинио, Потигуар, автор голевой передачи и очередной гол Луванора. На этот раз в кубке забивает бразильский нападающий «Шерифа». Ну, вот, собственно, как раз и атака побольше. Побольше мы видим обыгрыш по Тигуару и передача на Луванора. Луванору здесь было делом техники уже не промахнуться. Так, счет стал 1-0, а во втором тайме уже главные события развернулись. Видим, удар со штрафного, по-моему, остановичем был момент. А вот здесь ошибся на выходе едва ли не однажды за всю игру ошибся голкипер «Олимпий». И тут же его «Шериф» за это наказал. Балима перекидывал мяч через голкипера, и там защитник вынес то ли с линии, то ли из-за линии. В Германии отказались от системы определения гола. У нас об этом пока речи не стоит, к сожалению, и другие условия. Тем не менее, Рикардиньо с метра забивает мяч свой. Счет стал 2-0. Это красавец гол Жуниньо. Нет, не от орбита. Это я с режиссером разговариваю, но не важно. Смотрим, посмотрели мы еще раз гол Жуниньо. Ну и вот это последний гол Мелли. Испанский защитник записывает его на свой счет. Подача Станович. Станович вновь отмечается результативной передачей. Тоже не в первом матче уже. Спасибо, что смотрели. Поздравляем всех болельщиков терраспольской команды с выходом в четверть финала. Завтра, еще раз напоминаю, в 2 часа здесь играет в террасполь Саксан. Приходите, если у вас, конечно, есть возможность. Ну а здесь Джулиан Незабил. И на этом точка в сегодняшний матч. Благодарю коллег за работу. Вам спасибо, что смотрели. Всего доброго. Обязательно увидимся.